Друзья, всем привет! Меня зовут Макс, вы на канале Fragrantius и сегодня в рубрике Hidden Gem затерявшийся бриллиантик расскажу вам с удовольствием о французском парфюме от бренда Amazon Rebatchi, который называется Feu Patchouli, огненные пачули. Поехали! Итак, друзья, прежде чем начну делать обзор, приглашаю вас на мой замечательный, уникальный, неповторимый, одноименный телеграм-канал Fragrantius, на котором есть много всего интересного, поэтому обязательно заходите, осматривайтесь, если понравится, подписывайтесь. Также хотел вам сообщить, что сегодняшний обзор проходит при поддержке российского маркетплейса Яндекс Маркета, это значит, что парфюмы сегодняшнего обзора вы сможете приобрести по ссылке в описании к этому обзору. Товар оригинальный, продавец проверенный, пользуйтесь. Итак, друзья, Amazon Rebatchi Feu Patchouli, огненные пачули. Я сразу покажу вам презентацию. Парфюм поставляется вот в такой вот шикарной, очень стильной, очень красивой коробочке, шкатулочке. Вот она прям притягивает взгляд. И очень стильно, красиво сделана. Прям очень стильно. Здесь написана вся пирамидка официальная, что тоже, несомненно, очень удобно и очень практично. Не надо лезть на фрагрантику. И на фрагрантике очень часто пирамидки перевирают. И так вот она открывается на магнитах в виде книжки. И тут вот так вот уложен флакончик. Вот так выглядит флакончик французский минимализм стиль. Вот так вот на крышечке логотип. Вот так это все выглядит. Сразу хочу сказать, что я до последнего, вернее даже не то, что до последнего, я вообще не читал никакую информацию про этот бренд Amazon Рибачий. Я понятия не имею, кто это, что это. И я вообще люблю, что называется, с чистого листа, чтобы не было никакой предвзятости, ангажированности, какой-то ненужной информации. И я наткнулся на этот парфюм совершенно случайно. Я совершал очередной набег на парфюмерные магазины с целью разнюхать, что есть нового и интересного. Бренд не новый парфюм, не новый он, 18-го года. И я перепробовал все парфюмы практически Amazon Рибачи и Квирто Сили и практически все. И меня так особо, честно говоря, ничего не зацепило. Но вот эта штучка, огненные пачули, они меня пронзили в самое сердце. И, конечно, вот после этих вот разнюхов я, несомненно же, без колебаний заказал себе флакончик. Вот тут же прям. И потом уже начал читать про этот парфюм. И тут пазл начал постепенно складываться. Оказывается, это никто иной, как Бертран Дешафур. А Бертран Дешафур, я теперь вот все-таки понимаю, почему он считается одним из величайших парфюмеров современности. Что он все-таки не скатывается, не опускается, не разменивается на откровенный ширпотреб, на откровенную коммерцию. Не пускается во все тяжкие, как его коллеги, типа Квинтина Биша, мистер Стойкости, мистер Шлеев, или Альберто Мариеса, или Доминика Рапьёна, которые порой подписывают, что не попадет. То есть, там уже такой конвейер. Вот мне кажется, я не знаю, может быть я заблуждаюсь, но я пока еще не встречал у Дешафура какого-то откровенного проходника. И чего-то такого вот прям откровенно низкосортного. И, собственно, у меня сложилось такое впечатление после знакомства с его работами, что в каком бы он сегменте не делал парфюм, если бы меня попросили одной фразой охарактеризовать авторский стиль Бертрана Дешафура, его почерк, то я бы его назвал как мистер Нюанс. Вот у него просто какая-то невероятная способность делать такие вот очень комплексные и богатые на нюансы композиции. И если его сравнивать с живописью, это мне чем-то напоминает стиль Камиля Писсаро. Это знаменитый пуантилист. Ну вот одно из ответвлений импрессионизма, который писал свои картины точечками маленькими. И вот в этом плане Дешафур это вот тоже такие полотна, альфакторные, сотканные из миллионов точек, из миллионов разных нюансов. И будь то какой-нибудь масс-маркет, например, какой-нибудь Валентин Юдашкин для Фаберлик, будь то Амуаш Джубилейшн 25, будь то какой-нибудь The Different Company от Шамаш, будь то Фе Пачули Мазон Рибачи, вот все-таки поражает прежде всего комплексность и обилие чрезвычайно таких тонких нюансов. То есть нюансировка просто идет на высочайшем уровне. И собственно про бренд я так и не почитал, и мне сложно этот бренд как-то вообще позиционировать. Ну я могу сказать, наверное, три основных вещи. Во-первых, это не мейнстрим, не парфюмерный ширпотреб, хотя с другой стороны это и не ниша. Я имею ввиду ниша в таком смысле, не в том смысле, что маленькие объемы и крафт, а в том смысле, что здесь нет горящих помоек, каких-то там авангарда, эпатажа, каких-то закидонов, да, чтобы вот я гений, я так вижу, что-нибудь такого вот намесить до кучи там садоназа какой-нибудь, оголить до колен пропахшее мочой или намешать ведро стеркуса. Ну вот эти все эпатажные вещи здесь этим, что называется, и не пахнет. И в то же время вот мейнстримом, ширпотребом я не назову, хотя бренд недорогой, но я вот все-таки бы назвал это без всякого сомнения высокой парфюмерией, самой высокой парфюмерией и в то же время парфюмерией по своей сути люксовой, то есть она не авангардная, она понятная, простая, доступная и в то же время она высокая. И это, наверное, вот такой вот парфюмерный олдмани, да, когда нету никаких понтов, стоинов, шлейфинов, яркости, громкости, а когда все такое вот мецофортов, полголоса, очень спокойно, очень выразительно и очень красиво. Вот. И, собственно, чем же это пахнет? Ну, вот тут само уже название, я считаю, оно здесь вообще, ну, абсолютно мимо. Огненные пачули, фе пачули. Вот здесь нет ни огня и, собственно, ни пачули. То есть, вернее, они есть, но это не парфюм, который построен вокруг ноты пачули. Что такое парфюмы, построенные вокруг ноты пачули? Ну, это практически мона пачули, такие, например, как Монталь пачули лифс, как Живуа психоделик, как и Реминисс пачули. Вот здесь, как говорится, это другое. То есть, это вообще не об этом и не про это. Про что же этот парфюм? И вот тут, конечно, начинается самое тоже интересное. Парфюм выпадает из каких-то классификаций. Вот я его пытаюсь к какой-то категории, к какому-то классу отнести. Там восточные древесно-пряные, шипровые, фужерные, цветочно-мускусные. И у меня начинается пробуксовка. Что, конечно, тоже прекрасно. Потому что тут столько нюансов. И самая уместная была бы фраза, чего здесь только нету. Для полноты обзора я процитирую официальную пирамиду. Я, конечно, не буду зачитывать всю эту витиеватую графоманию отдела маркетинга бренда Мазон Рибачи. Просто сухо про пирамиду. Итак, верхние ноты. Это сладкий апельсин из Бразилии. Цитрон, бергамот, розовый перец, черный перец, черная смородина, абсолют, альдегиды. Ноты сердца, гвоздика, корица. Розовая гвоздика, в смысле, корнейшн, как цветок гвоздики. Давана. Давана это полынь индийская. И базовые ноты. Пачули с острова Сулавеси. Абсолют, миры. Ладан, лабданум, ваниль, мускусы, плавник, дрифтвуд, карамель и дубовый мох. Но вот сама по себе пирамида, она очень такая эклектичная, да, такая, с миру по нитке, чего здесь только нету, да. Такие, кстати, пирамиды любят делать рожадап, да, чтобы показать, какой он крутой парфюмер, там по 40, по 50 ингредиентов. Но вот тут действительно звучит это все как такая полноценная симфония. Но если вот так вот посмотреть на пирамиду, не пробуя парфюм, то тут может нарисоваться такой обычный, среднестатистический такой восточный древесно-пряный парфюм. Да, перцы, гвоздика, на старте цитрусы, в сердце перца гвоздика, пряность, перчик розовый, перчик черный и в базе пачули и ладанные смолы. То есть что-то такое, плавник опять же, то есть что-то такое брутальное, тяжелое, ладанное, да, древесно-пряное, там какой-нибудь Амуаш Фейтмен или какой-нибудь, я не знаю, Байкилиан Страйд Тухэвен. Ну что-то такое брутальное, мужское или как какой-нибудь Нью-Йорк Интенс от Патриции Николай. Но на самом деле здесь вот парфюм абсолютно у него другое настроение. И какое же это настроение? Ну во-первых, я когда его нанес, я сразу почувствовал за этим какой-то невероятный такой стиль, шик, яркой неоновой надписью. У меня загорелась в голове табличка «Французская парфюмерная традиция». То есть это вот прям Франция, прям вот French sophistication, да, французская утонченность и высокий парфюмерный стиль. И современная парфюмерная классика, ни много ни мало, неоклассика. И кстати, я читал перед обзором комменты на фраге, и кто-то там написал, что это осовремененная версия Шанелевского Карамандель. Карамандель Шанель. И я не поленился, я достал в Питере от Левант ныне снятого и труднодоступного Карамандель. Но я не услышал в нем вот ничего похожего. Во-первых, Карамандель это конкретно уже винтаж, ретро. То есть там откровенно пахнет уже таким вот ретро стилем. Ну вот из современных почему-то вот такое звучание в основном у парфюмов Патриция Николая. Даже вот New York Intense у него тоже есть такой явный ретро налет. Вот это я при всем желании не могу назвать ретро. И кстати, и в Караманделе, и почули именно такие вот с ретро колоритом, ретро оттенком. Вот здесь я выпал в осадок, в прямом смысле этого слова, от нюансов. И насколько это все складненько и красиво и тонко, вот утонченно звучит. И собственно тут и цитрусы, не цитрусы. Тут нету яркого цитрусного старта, да, как вот у классических там какой-нибудь Герлен Аберуш, который цитрусами этими туалетка просто бьет в нос так, как Майк Тайсон бьет в челюсть. Или опять же вот если говорить New York Intense Патриция Николая, он тоже очень на старте такой прям грубый. Здесь же все как-то нежно. И даже такие вещи как цитрон. Вот у цитрона обычно тоже такое горькое, ну горькие цитрусы, там цитрон, бегорадия, вот какой-нибудь возьмите лабораторию Альфаттева, Витиверса, от него аж на старте вот этот цитрон, он от него аж в носу свербит. Здесь же нежность и нюансики прям с самого-самого старта. Да, здесь есть цитрусы, да, здесь есть цитрон, но они какие-то совсем-совсем вот прям ласковые и нежные. И не кричащие, и такие вот мицафорта. Опять же я здесь явно слышу смородиновый лист, но опять и снова это не про смородину парфюм, то есть такого как вот Принц Вагабонд, Заколдованный лес, Энчантед Форест, или как современные вот эти вот Живодановские изделия Арабескина и Ма, такой конечно смородины здесь нет, я имею ввиду такой резкой, очень мощной смородины. Есть здесь такая легкая терпкость и зелень смородиного листа. Что касается пряности, вот опять, несмотря на заявленную гвоздику, как пряность, гвоздику, как цветок, два вида перцев, вот все-таки нет здесь такого вот типичного пряного восточного аккорда, который иногда может изрядно пощекотать ноздри. Вот, например, я имею ввиду такие вещи, например, как Эрвегамс Инфьюжн Нуар, где вот эти перцы, они прямо восточные. Вот он пряный базар, пришел на рынок в Марокко или где-нибудь в Египте и упал носом в эти мешки с перцами, с пряностями. Или как, например, вот мема «Африканская кожа», которую называют «Африканская кожа», ну, по сути, древесно-пряный восточный парфюм. Тоже ничего такого нету. То есть пряности здесь, они лишь так чуть-чуть подсвечивают общую композицию. Здесь чувствуются альдегидики, здесь есть легкая шипровость. Я подчеркиваю, легкая шипровость, потому что дубового мха и вот этой вот типичной шипровости, которая а-ля там Роберт Пеге Банди, а-ля Кабашар Грес, а-ля Арамис Арамис. Такой шипровости здесь нет уже. Конечно же нет. И ничего такого брутального, как вот я на днях делал обзор на «Этатли Бридоран Ширьон», тоже шипр кожаный. Вот нету чуть-чуть дубового мха. В базе заявлено много ладанных смол, Мира, Лабданум. Вот снова они здесь придают такой легкий восточный флёр благовоний и абсолютно не влекут за собой каких-то церковных коннотаций. То есть ощущения попадания в храм, в церковь здесь тоже нету. Не потому что я там против аромата в церкви, а просто вот ладан здесь тоже как вот чуть-чуть-чуть он где-то там промелькнул, как восточное благовоние. И в базе есть что-то здесь такое сладенькое. Я даже вот эпитет сладенькое я неудачно, конечно, подобрал. Чуть сладковатое. Вот. Чуть сладковатое, что-то такое ванильно-сладковатое. И в итоге это всё настолько складно, так вот замиксовано в такую мощную альфакторную симфонию, в которой ни одна из нот не пытается, что называется, подтянуть ваш нос, мой нос на себя. То есть это такой складный, очень тонко настроенный и отстроенный хор или симфонический оркестр, или симфонический оркестр с хором. Негромко. Некричаще. Абсолютно очень стильно. Никаких вот этих вот амброматериалов современных и мускусов, кстати, тоже разбивают в пух и в прах вот этот весь модный современный дискурс, согласно которому без современных мускусов и амброматериалов уже в современной парфюмерии никак жить нельзя. И что стойкости и шлейфа без амбродеревяшек и мускусов не достигнешь. Здесь есть и стойкость, и шлейф, но ни малейшего намека, я повторяю, ни малейшего намека ни на какие вот эти вот жуткие амброцениды, амброксаны и прочие амбродеревяшки я здесь не слышу от слова совсем. Нежные мускуса есть в базе, очень нежные, красивые. И, конечно, вот этот парфюм, он абсолютно бесполый. Ну, даже вот опять же эпитет бесполый, он тоже здесь очень такой, как сказать, неуместный, потому что бесполый – это значит гендерлез, это значит ни рыба, ни мясо. То есть ни нашим, ни вашим, ни мальчикам, ни девочкам. То есть какое-то бесполое существо, трансгендер. То есть вот в этом плане, конечно, бесполый и гендерлез здесь не подойдет. То есть, наверное, самое было бы удачное, удачный эпитет в данном случае божественно нейтральный. Вот у него действительно есть какая-то такая божья искра, как бы это пафосно не звучало. И я прекрасно вижу этот парфюм и на прекрасной половине. Вот видите, я даже в данном случае говорю не на женщинах, не на девушках, а на прекрасной половине. Потому что здесь очень прекрасный эликсир. И жижей это не поворачивается никак. Язык назвать, да? Как вот сейчас вот этот сленг около парфюмерной. Жижа так ничего, топчик, разъеб, ебашит сутки, сифонит неделю. Вот эту всю мерзость в контексте этого парфюма, ну язык просто не поворачивается говорить. Потому что это действительно какой-то божественный эликсир. И меня действительно редко что в наше время удивляется. Что там, что я в день нюхаю там по два, по три каждый день новых парфюма. И конечно уже такой вот налицо профдеформация, выгорание, цинизм. Такой вот. Но вот в данном случае моя душа воспряла, воспарила. И я готов этому парфюму петь бесконечные оды. Он меня конечно окрыляет. И это действительно прям такой лучик света в темном царстве. Что касается куда это носить. Вот я в самом начале обзора говорил, что я не могу сказать, что это точно не ниша. Я имею ввиду ниша как нечто такое авангардное, неносибельное. То есть это мега носибельно. Это мега комфортно. Это мега вообще универсально. То есть как парфюм на каждый день под любой стиль, под куда угодно. И в то же время это не назовешь какой-то вот такой вот разменной монетой, парфюмерным ширпотребом. И я такое даже выражение как и в пир и в мир не хочу употреблять. Потому что он одинаково прекрасен будет в любой жизненной ситуации. И я конечно безмерно рад, что у меня в коллекции появился такой шикарный, не побоюсь этого слова, удивительно изысканный и богатый на нюансы парфюм. Просто восторг, восторг моей души. Вот. На этом все дорогие друзья. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok